Вы смотрите программу Евгения Бажанова «Диалог цивилизации». Американские писатели, кто они? Чем их творчество отличается от русских литераторов? Кто получил Нобелевскую премию? Знают ли простые американцы Пушкина, Чехова, Достоевского? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в этой передаче. Приятного просмотра. Добрый вечер. Я начинаю свою очередную беседу о Соединенных Штатах Америки. На этот раз хочу поговорить о американской литературе. Назвал я свою беседу «Оптимизм и сомнения». Я думаю, все мы согласны, что литература – это один из важнейших компонентов национальной культуры. Она отражает и интеллект нации, и душу нации, и ее наклонности, ее восприятие внешнего мира, ее желания, мечты. Есть такое мнение, что американская литература до лучших образцов мировых не дотягивает. Это я у нас не раз слышал, слышал и в США. Вот как-то мы с супругой Наташей беседовали с гарвардскими профессорами, которые занимаются литературой, профессионалы. Один из них говорит, понимаете, у нас, конечно, не тот уровень, вот даже лучший из лучших. Возьмите Хемингуэя. Как он описывает эмоции человека, эмоции, связанные там, и эйфория, и любовь, и страсти, надежды, желания. Фразой «Let's have fun», «Давай хорошо проведем время». Это что за язык? Это, конечно, не уровень Европы. Ну, на самом деле, конечно, в Америке есть литература, сильная литература, самобытная литература. Литература, которая ставит очень серьезные вопросы, философские, политические, социальные. Немало американцев в этой области добились. Начиналось это все, конечно, не так давно, сама Америка молодая, я имею в виду американская литература. Так вот, вначале американские прозаики выступали, в свое роде, пропагандистами. Они все приукрашивали в Америке. Прекрасная природа, отличные условия жизни, люди прекрасно к другу относятся, свобода во всем, все от тебя зависит. И делалось это не случайно. Им хотелось привлечь людей из Европы. Это одна из целей была у многих американцев, тогда и властей, и активных граждан привлекать в Америку людей из различных районов мира, прежде всего из Европы. Потом появились настоящие писатели, реалисты. И они многое заимствовали вот этих первых. Их оптимизм, этих первых пионеров в области литературы американской. И их надежды на хорошее будущее. Вот вся американская литература, на мой взгляд, была пронизана, да и сейчас во многом пронизана, вот этим духом оптимизма, надежды на лучшее будущее, борьбы за это будущее. Люди, герои этих книг, это обычно сильные духом, самостоятельные личности, которые стремятся добиться все своими силами. Многое добиваются, когда терпят поражение, когда отступают, не сдаются, продолжают идти вперед. Это вот отличает вот этот дух оптимизма. Вот даже сравнить двух поэтов. Вот Есенин, Сергей Есенин, мой любимый русский поэт. Помните, он писал «Догори моя лучина, все пройдет, как с белых яблонь дым». И американский поэт Фрост, который самый знаменитый американский, или, пожалуй, один из самых знаменитых американских поэтов, который писал, что, ну, в переводе на русский язык, «Мне надо еще выполнить все мои обещания и для этого пройти многие-многие мили, прежде чем я лягу в землю». Человек смотрит вперед и стремится к тому, чтобы продолжать свой путь и чего-то добиваться. Вот этот дух, он, безусловно, присутствовал. Ну, и стали появляться настоящие писатели. Первый такой, один из первых известных писателей – это Вашингтон Ирвинг. Он писал короткие рассказы в середине XIX века, и это довольно удачно. И тогда это была такая революционная отрасль литературы, короткие рассказы. И он преуспел. Потом появился Фенимор Купер. Это человек, который создал образ первого национального героя Америки. Человека, который пионер, осваивает Дикий Запад. И Фенимором Купером зачитывались не только американцы, но и европейцы, и в том числе россияне. Я помню, вот моя мама покойная всегда говорила, что Купер был ее любимым писателем. Она никогда не путешествовала, не выезжала за пределы Советского Союза. Она всегда мечтала о путешествиях. И вот Купер символизировал эзотику, романтику, которая ее привлекала. Ну, и мне очень Купер нравился. В 1937 году Ральф Эмерсон опубликовал работу, которую назвали «Интеллектуальная декларация независимости». Он сказал, хватит ориентироваться на англичан, которые, кстати, продолжали тогда очень так с издевкой комментировать ситуацию на литературном фронте в США. Говорили, да, зачем американцам книги писать. Они в Лондоне загружают на судно наши книги, везут к себе, читают их и выдают за свои. Или копируют все, что мы написали. Эмерсон заявил, что у нас своя должна быть литература, хватит озираться на эту Европу с ее якобы высокими стандартами, у нас свое. И он выступил с идеями отрицания действительности, очень грубой, жесткой американской, с идеей отшельничества. Эта идея приобрела популярность, появились другие приверженства таких идей. И наиболее талантливый из них Дэйв Серро опубликовал книгу, которую он назвал «Гражданское неповиновение», где он доказывал, что если законы несправедливы, человек не должен их соблюдать. У него были последователи, причем знаменитый, например, Махатма Ганди использовал эти идеи, попал под их влияние. Потом Лютер Кинг, Мартин Лютер Кинг, который боролся за права афроамериканцев в США, дающимся был деятелем, он тоже получил влияние от работ Серву. И в то время, конечно, больше всего блистала книга Бичерстоу «Хижина дяди Тома», которая описывала тяжелые, даже ужасные условия, в которых жило афроамериканское население США. Тогда же появился великий поэт Лонгфеллоу. Ну, наконец, гражданская война, внедрение в США все более дикого капитализма, с его всеми язвами, с бедностью, с бараками, с эксплуатацией людей. Появилась целая плеяда авторов, которые все это замечали, критиковали, и у которых уже, помните, вначале сказала американская литература «Оптимизм и надежды», а это уже «Оптимизм и сомнение», я назвал так свое сегодняшнее выступление. «Оптимизм и сомнение» — это характерная черта американской литературы. Появилась целая плеяда авторов на эту тему, но и из реалистов, конечно, наиболее знаменитый, выдающийся, это Брэд Харт и Марк Твен. Брэд Харт описывал завоевание Дикого Запада, что там творилось в то время. Марк Твен тоже там начинал, а потом у него были выдающиеся работы. И, как сказал Эрнст Хемегуэй, вся литература американская, все ее выдающиеся достижения базируются на книге Марка Твена «Приключения Геккельбера Финна». Вот так высоко он оценивал эту работу. Ну, потом появились на рубеже веков и Синклер, и Норрис, и Джеймс, ну и, наконец, Джек Лондон. В 1976 году Джек Лондону исполнилось 100 лет. Мы, вот, работая в Генеральном консульстве, получили указания из Москвы. Значит, вам прибудут книги, изданные в СССР, работы Джека Лондона. Надо их вручить калифорнийским властям, потому что он калифорнийец. Мы стали искать концы, кому как что вручать. Что выяснилось? Выяснилось, что никто о нем практически ничего не знает. Я позвонил в мэрию в Сан-Франциско, и там никто вообще не знал ничего о Джеке Лондоне. Позвонил в Окленд, где он жил, город через залив от Сан-Франциско. Долго не мог найти концов. Ходил в книжные магазины, ничего там не продается от Джеке Лондона. Спрашивал молодых людей, студентов, никто о нем не слышал. Нашли концы. В Окленде есть бар, первый и последний шанс, который описан в некоторых работах Джека Лондона. Табличка висит, что он там бывал и выпивал. Оказалось, что в Окленде есть хижина, в которой жил Джек Лондон на Аляске, когда он там участвовал в золотой лихорадке на Аляске. Ее перевезли в Окленд. То есть память какую-то увековечили Джека Лондона. На север от залива Сан-Франциско есть местечко Глен-Эллен. Там было поместье Джека Лондона. Дом, в котором он жил, там дом, который он строил. Болчий дом не достроил, сгорел дом. И там у его могилы стоит огромный камень. Такая изгород простенькая. И написано, Джек Лондон. Это национальный парк считается. Вот это Глен-Эллен. Ну, договорились мы с калифорнийскими властями, что мы по торжественной обстановке передаем эти книги и направились в Глен-Эллен. Я, моими коллегами, Наташа, моя супруга. Там нас встретили представители управления национальных парков в Калифорнии. Больше никто не приехал. Ну, это очень солидные люди. Бывали мужчин, женщины. Приятные. Но мы ничего фактически о Джеке Лондоне не слышали. Мы вручили им эти книги. И самое интересное, что в предисловиях этих книг там разносилась Америка в пух и прах. И мы думали, давать эти книги или нет. Потом решили, никто русского не знает, поставят в библиотеке в этом Глен-Элле и никто дотрагиваться не будет. А кто дотронется и знает русский, тот и так представляет, как в Советском Союзе относились к Соединенным Штатам, с их империализмом и капитализмом. Там мы познакомились с дочкой Джека Лондона и с его племянником. И нам рассказали, почему это такое забвение Джека Лондона. Они считают, что прежде всего это потому, что он был социалистом, почти коммунистом. И с самого начала его вся элита предала Анапе. То есть с самого начала. Второе, это вот критики говорят, говорили и говорят, что он не очень хорошо по-английски писал. Он не очень грамотный был человеком. В переводе он прекрасно звучит, а на английском нет. Ну и в-третьих, вот так приводится аргумент, ни дочь, ни племянник с этим, конечно, не были согласны, но аргументы противники Джека Лонда приводили, что о чем он пишет, о Диком Западе. Это для иностранцев интересно, это Дикий Запад. А для нас это жизнь. Ну и заканчивается не совсем так. Тот же Бэт Харт писал об этом, и другие многие, и с удовольствием американцы читали и читают. Ну а я еще отмечу, что, и мы это говорили в своих выступлениях, во время вручения книг, что Джек Лондон это самый, тогда, по крайней мере, был публикуемый иностранный автор в Советском Союзе. По тиражам он опережал всех писателей мира, всех времен и народов в Советском Союзе. Такая популярность. А в США почти на нуле. Дальше на арену выходит Первая мировая война, которая сколоснула еще раз американское общество, и многие отрицательные эмоции. На поверхность вышли Хемингуэй, Фит Джеральд, Фрост, Драйзер, которые всячески бичуют язвы Америки, связанные с капитализмом, с дикой эксплуатацией, с неравенством, обманом там на каждом шагу и так далее. Потом появляется Фолкнер и Стейнбэк. Период, когда Америка переживает мощнейший кризис, засухи и все остальное. Я уже о Стейнбэке говорил, он калифорниец, который написал книгу «Гроздья гнева», описал, как во время кризиса и во время пыльных бурь люди двинулись из Оклахомы в Калифорнию, как это вызывало колоссальное количество проблем в их жизни, и голод, и страдания, и все прочее. Великолепная книга. Вот он стал звездой, но его очень не любили его земляки. Он из города Салинос, это такое местечко к югу от Сан-Франциско, столица Родео, ковбойских состязаний, сельскохозяйственный район. Книги Стейнбэка там были запрещены, они сжигались, и его вообще считали врагом народа. Стейнбэк любил говорить, что в Америке хороший писатель только мертвый писатель. Ну, эту формулу, конечно, можно применить не только к Америке, а к некоторым другим странам, можно и к России, учитывая всю нашу историю, и что происходило с нашими писателями и поэтами. Так он говорил, это при том, что его книга о мышах и людях была самой популярной книгой среди американских школьников на протяжении многих и многих поколений, и другие его выдающиеся труды. Великолепный был писатель. А после того, как он умер, наконец-то его книги перестали запрещать в Салиносе, и вообще в Калифорнии ему обстроили музей в Салиносе, но его музей особенно никто не посещает, мы там несколько раз бывали, практически никого. Все приезжают на кодбойские состязания, со всей Америкой там сотни, ну, тысячи и тысячи людей собираются в музей, никто не заглядывает. Мы когда американцам говорили об этом и критиковали их, они говорили, так это у вас там культы делают своим писателям, а мы культы не делаем. А вы к кому культы делаете? Певцам и шоу-бизнесу. Чем писатели хуже? Неужели их вклад в цивилизацию меньше, и они заслуживают памяти? Это что касается Стенбека. Потом блистал Сентлер Льюис, который написал выдающееся произведение «Главная улица», и за это его главное и лучшее произведение его тоже люди, которые с ним жили, выперли из населенного пункта и очень его не любили за его правду, за его жесткие оценки всего. Еще один писатель Селеджер, который написал «Над пропастью в ажи» этой книгой упивалась вся американская молодежь. Тоже его не очень признавали, не очень любили, он совсем расстроен, раздосадованный, ушел от активной жизни, поселился там в каком-то доме на горе, и никого к себе не подпускал, ни с кем не общался. Когда к нему пытались приблизиться, там, журналисты и почитатели, он открывал стрельбу из различных видов оружия, не собираясь их убить, а отпугнуть, что с успехом и делал. Вот такой интересный был человек. Если говорить о 70-х годах, то блистали тогда авторы, которых все любили, или почти все, это Робинс и Хейли, при том, что, в общем-то, это не самая высокого полета литература. Единственное, вот, ну, если Хейли, он интересен для иностранцев, потому что он описывает, как отели работают в США, как аэропорт работает, то есть для любозлательных людей. Такая билетристика, и мы все время удивлялись, почему американцы ее любят. Вот у нас как-то был прием, и Хейли пришел на прием, я с ним разговариваю, расхваливаю его книги, и в это время подходит такая молодая дама, услышала, что я хвалю Хейли, говорит, кого хвалить? Это ноль, это позор Америки, что он пишет, это барахло, вот, надо выкинуть мусорник. Я подумал про себя, какие американцы бесцеремонные, наглые, стоит рядом Хейли, она такие вещи говорит. А потом до нее дошло, оказывается, она не поняла, что это Хейли, до нее дошло, что это Хейли, она покраснелась, смутилась, стала извиняться перед ним, она говорит, да нет, нет, но не все же должны Шекспира читать. Она говорит, да, я понимаю. Ну, вот мы так над американцами посмеивались, теперь, когда у нас пришла свобода печати, прессы, все публикуется, уясняется, что и у нас публика в значительной степени вот такого класса литературы интересуется, а не настоящей классикой. Ну, если давать в целом оценку американской литературы, то, конечно, надо признать, что достижений у этой литературы немалые. Ну, возьмем хотя бы такой факт, что 12 американских писателей удостоились Нобелевской премии по литературе. Это Сенклер-Люис, Юджин Анил, Перл Бак, Эллиот, Фолкнер, Хемингуэй, Стенбек, Беллоу, Зингер, Моррисон, Боб Дилан. Ну, и нашего Бродского записали, он был гражданином США, когда получил Нобелевскую премию по литературе. Вот 12 вместе с ним. Но кроме лауреатов были другие выдающиеся писатели, я некоторых из них упомянул, но не всех. Давайте вспомним еще Милвилл, Эдгар По, Майн Рид, Рэй Брэдбери, Айзек Азимов, Агенри, Стивен Кинг, Теннесси Уильямс, Ирвин Стоун, Дэн Браун, Кунс, Уитман, Эмерсон, и еще можно продолжать этот список. Так что, действительно, достижений немало. Теперь, что касается отношения американцев к нашей литературе. Ну, я уже говорил в прошлых беседах, что Чехов — это король, это человек, которому поклоняются как богу. И драматурги, и актеры, и артисты, и вообще культурные люди. Это считается эталон всего. И драматургии, и литературы, короткого рассказа. Толстой признается как самый масштабный писатель, может быть, в истории человечества. Достоевский как самый глубокий писатель, философ, настоящий крупнейший философ. Тургенев, вот американский писатель, очень сильный автор психологических таких романов, Генри Джеймс как-то сказал, что вся американская литература не стоит ничего по сравнению с тем, что писал Тургенев. Набоков в антологии официальной американской литературы за первую половину XX века. Набоков единственный, кто удостоился самых высоких эпитетов, что это выдающийся, суперталантливый писатель. К советской литературе другой был подход. Многие американцы нам говорили, а что это вот как большевики к власти пришли, так и у вас великие писатели закончились. Мы начинали доказывать, что не закончились, приводили примеры, но они никого из этих людей, кого мы называли, особенно не знали. Единственная фигура, которая всплыла на поверхность, это был Солженицын. Александр Солженицын, ну не столько за его литературные достижения, а как политическая фигура, которая выступала и очень мощно против советской власти. Когда Солженицына выслали за рубеж, он в конце концов поселился в США, и роман американцев с Солженицыным стал затихать. Почему? Потому что Солженицын начал критиковать американцев за их манеры, за их бесцеремонность, за эксплуатацию трудящихся, за неравенство, за вуличие, что он только не говорил. И постепенно о нем перестали, сначала расстроились, пообиделись, перестали о нем говорить и вообще о нем фактически забыли. У нас был один случай, связанный с Солженицыным, в практике нашей работы генерального консульства. Стоим мы около нашего здания, несколько дипломатов, происходит мальчик маленький, с соседнего дома, и говорит, дядя, почему вы так обижаете Солженицына? Он такой слабенький, старенький, хеленький, а вы такие мощные, вас много, вас ракеты, чего вы на него напали? Ну, кто-то из моих коллег спрашивает, кто тебе сказал, что мы на него нападаем? Он говорит, папа, мама, учитель. Та, дипломаты говорят, глупости говорят, ой, так вы любите Солженицына? Спрашивает мальчик. Ну, никто из нас не мог рискнуть в компании и сказать, что да, любим. Поэтому мы молча ретировались, ушли в здание. Что касается любви к Солженицыну. Больше особенно, я говорю, широкая публика никого не знала. И вот как-то получаем мы депешу из Москвы, что приглашен Аксенов в США, в Калифорнийский университет. Генеральный консул меня вызывает, говорит, узнай, кто пригласил. Там наше мнение спрашивает. Пускать, не пускать. Тогда ведь просто так человек не мог выехать из Советского Союза. Могли пустить, могли не пустить. А Аксенов был моим любимым писателем. В 1664 году я поступал в МГИМО и в собеседование меня спросили, ваш любимый писатель. Я сказал Аксенов и назвал две его книги. «Коллеги» и «Звездный билет». И мне этот представитель МГИМО говорит, вы уже четвертый подряд абитуриент, который называет эти книги. Вот такая была популярность. Она, кстати, такой недолгой была, потому что я спрашиваю своих коллег, которые младше меня на 7-8 лет, они говорят, они уже Аксенова толком не знали этих книг, этими книгами очень интересовались. А вот как раз мой год, еще как раз по «Звездному билету» вышел фильм «Мой младший брат» с Ефремовым, с Бруевым и так далее. Я этот фильм обожал, не только я, он еще очень популярный был. Так вот, конечно, мне хотелось, чтобы Аксенов приехал, но надо было узнать, кто пригласил. Я звоню в офис президента Калифорнийского университета. Там первый раз слышат, никто такого не приглашал, никто не знает, кто он такой. И мне говорят, вы обратитесь в отделение Калифорнийского университета, их 9, к ректорам этих университетов, и они подскажут, кто из них пригласил. Я стал звонить, никак не могу добиться позитивного ответа. Наконец, звоню в отделение в Лос-Анджелесе. Там в офисе ректора мне говорят, вы знаете, мы ничего не знаем, но у нас есть кафедра литературы, там русскую литературу преподают, вот спросите там. Звоню на кафедру, завкафедры, который сам не специалист по русской литературе, он говорит, я не приглашал, но вот у нас здесь есть профессор, есть, который русскую литературу преподает. Наверное, он спросите. Я спросил. Тот говорит, да, я пригласил. Я спрашиваю, а почему Аксенов популярен в США? Он говорит, да нет, это никто не знает, но я же преподаю русскую литературу, и ребятам, которые ко мне на занятия ходят, им должно быть интересно. Ну, дали мы соответствующую депешу в Москву, что да, вся Калифорния ждет Аксенова, ну, на самом деле, я, например, очень ждал моя супруга, потому что там хотелось с ним пообщаться. Ну, идет время, никаких сигналов нет, и мы решили, что он так и не приезжал. А потом позднее, гораздо там, через несколько месяцев, мы гуляем по Южно-Калифорнийскому университету, это еще один университет в Лос-Анджелесе, и разговариваем по-русски. И вдруг слышим, какая-то женщина нас окликает, говорит, вы что, русские? Мы говорим, да. Ой, а у нас, она говорит, здесь недавно был писатель из Советского Союза, Аксенов. Кажется, он был, но в конструкцию не позвонил. К сожалению, потом он позднее переехал в США на постоянное место жительства, что-то ему там не понравилось, то ли просто не стал там популярным, его это расстраивало, переехал во Францию, потом вот умер. Такая вот ситуация была. С поэзией хуже, плохо знают американцы нашу поэзию, в том числе и Пушкина. И как специалисты нам не раз американские говорили, в том числе и поэты американские, Пушкина очень трудно перевести на английский язык, так, чтобы стихи не потеряли всю свою фантастическую прелесть. Теряют. И вот поэтому он не столь известен, не столь популярен. Ну, а других поэтов почти не знают. И вот как-то, опять же, из практики работы генерального консульства в Сан-Франциско звонит какой-то молодой человек, я беру трубку, он говорит, я руководитель ассоциации поэтов в Сан-Франциско, мы пригласили вашего поэта Вознесенского, вы можете дать машину и встретить его в аэропорту? Я говорю, а вы почему не хотите? А он говорит, а у нас нет машины. Я говорю, а у американцев нет машины, по-моему, здесь без машины и не проживешь ни одного дня. Нет, нет. Оказалось, что у них есть машина, она очень старая, плохая, некрасивая, ломается. Встретили мы Вознесенского, эти ребята поселили его в очень такой дешевой гостинице, а потом его выступление. А народу нет некого звать. Попросили нас, чтобы мы стали звать. Ну, мы собрали там своих всех знакомых американцев, силком туда загнали, в том числе и корейцев, и китайцев. И вот я сидел на время выступления Вознесенского, переводил этим корейцам и китайцам его стихи, не знаю, что вы не поняли, наверное, ничего или почти ничего. Такая ситуация с поэзией. Ну, заодно уже и скажу, это, конечно, литература, совсем другое, живопись. В США очень, конечно, развита живопись, но выдающихся своих живописцев почти нет. Ну, если вы пойдете в американские музеи, то вы видите полотна из Европы, очень часто висят копии, иногда копии выдаются под оригиналы. И американцы, которые это вывешивают, даже не даже выдаются, они знают, что это оригиналы. Не раз бывало, когда наши спецы приезжали, посмотрят, говорят, да это же копии. А американцы в музее в Сан-Франциско, музей почетного легиона там есть, они говорят, нет, это не копия. Ну, а из наших, конечно, художников очень известны, очень популярны, очень дорого котируются. Их картины – это авангардист Кандинский, Шагал, Малевич и так далее. Вот все, что я хотел сегодня сказать. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok